Всем привет! С вами Блокнот Ростов и я вам расскажу о самых главных событиях за эту неделю. Министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской предъявили обвинение. Статья «Превышение должностных полномочий». Напомним, Татьяну Быковскую и ее заместители обвиняют в том, что они помогли компании выиграть закупку на утилизацию медицинских отходов. Несмотря на уголовное дело, женщина все равно остается министром здравоохранения. Василий Голубев отметил, что суд решит ее судьбу и уже тогда возможны кадровые перестановки, если они, конечно, потребуются. На этой неделе в Ростовской области завели новое уголовное дело на чиновника. На этот раз на главу Белокалитвинского района Ольгу Мельникову. В район закупили шесть водонапорных башен, которые не соответствовали техническим требованиям. Суд не поместил главу района под домашний арест, потому что ранее она была неосудима и имеет хронические заболевания. Экс-министра строительства Ростовской области Николая Безуглова выпустили из-под домашнего ареста. Правда, прокуратура собирается обжаловать это решение. Напомним, мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий при закупке песка на строительство Ростов-Арены. Василий Голубев провел большую пресс-конференцию. И в свете предстоящих выборов многих интересовал вопрос, будет ли губернатор баллотироваться на новый срок. Однако, Василий Голубев ответил неоднозначно. Он сказал, что готов пойти на выборы, если его поддержит президент и народ. Ну так что мы посмотрим, какое решение он примет и время покажет. В Китае набирает обороты коронавирус. По последним данным, от него погибло уже более 20 человек. В России было зарегистрировано несколько подозрений на этот страшный вирус. Однако, жителям Ростова и Ростовской области не о чем беспокоиться. В Платове установлен специальный тепловизор, который может определить температуру пассажира. Так что дальше аэропорта вирус не пройдет. А самые интересные и свежие новости читайте на сайте Блокнот Ростов. Всем удачных выходных и хорошей вам рабочей недели!